Привет! Это бесстрашный Алексей, который ходит с камерой по фавелам Бразилии и снимает видео на его канал. Я оставлю ссылку внизу. Он живет в Бразилии, тоже как я в Сан-Паулу, и снимает видео о Бразилии. Ребят, ссылки будут в описании, в общем, заходите. Мы решили собраться с Алексеем, записать видео. Я задам ему вопросы о Бразилии. И на его канале вы можете посмотреть видео, когда он задает вопросы тоже о Бразилии. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Он эти вопросы не видел, и это все будет импровизация. Мне интересно мнение русского парня о бразильцах, потому что я девушка, и я общаюсь в основном с русскими девушками здесь. Что ты думаешь о бразильцах-мужчинах, о бразильцах-парнях, как о друзьях? Отличаются ли отношения с русскими парнями? Интересный вопрос, на самом деле. И что я думаю на этот счет? Я сразу начну говорить какие-то примеры между русскими и бразильцами. Например, если ты русский человек, например, ты подходишь, ты говоришь то, что в принципе ты думаешь. Русский человек, он может подойти, не знаю, к другому русскому человеку, там, на работе, в семье, не в зависимости, где ты находишься, ты можешь сказать правду какую-то, не знаю, ну, тебе что-то не нравится, либо что-то похожее на это. Бразильцы, они себя так не ведут. Они намекают, пытаются как-то подойти к этому осторожно, чтобы не задеть человека. Они даже не намекают, они просто улыбаются в лицо, а на самом деле думают совсем другое. Есть такое, да, то, что не хватает какой-то, может быть, даже какой-то мужской, что ли, уверенности вот так вот прям взять, сказать и отрезать. Здесь же такого нет. У меня, кстати, поначалу, когда я сюда приехал, были иногда, можно сказать, такие недопонимания с местными, потому что я говорил много, я говорил правдиво, и что из этого уходило. Люди, оказывается, обижались на меня, а я даже этого не понимал, мне об этом говорили. Вот буквально недавно я ходил в клуб «Полиглот» называется, и общался там с ребятами, там, какие-то из других стран, ну, в основном вразильцы были. И одна девушка мне в конце сказала, ну, когда все уже разошлись, она говорит, «Блин, ты постарайся в следующий раз как-то быть более, что ли, доброжелательной?» Я сказал, да, пример, я сказал то, что «нет, я не могу, я не могу пойти, нет, я не хочу». Я сказал «нет, я не хочу, я не могу». Как бы, ну да, я еще по-меме того, как бы на португальском, как бы, не хочу прям там начинать говорить, почему я не могу, я не хочу рассказывать, почему я не могу, потому что я просто не могу. Во-первых, я вас не знаю, может быть, я просто не хочу. Она сказала, что вразильцы так не говорят, ты должен сказать «нет», а потом еще предложение. Нужно найти какие-то дискупы, как это сказать, оправдания, да. Почему ты не можешь, я же в этом не вижу смысла там говорить. Ну, честно говоря, со временем меняется, конечно, сейчас я понимаю то, что я живу в этой стране, это их культура, я как бы обязан идти по их правилам хоть как-то, поэтому я сейчас стараюсь как бы быть более, как сказать, лояльнее относиться к таким родом ситуациям. Да, да, я тоже это пережила. И еще, когда мы переводим с русского языка на португальский, то фразы получаются немножко грубыми, потому что они так не говорят, они не говорят там «нет», там они говорят «ву бригаду», они говорят «спасибо», да. То есть совсем другая именно культура, да, из-за этого могут отношения, как бы, недопонимания возникать. Следующий вопрос. Какое твое мнение о безопасности в Сан-Паулу? Как нужно, какие нужно правила соблюдать, вот мне часто спрашивают такие вопросы, каким нужно правила безопасности соблюдать в Бразилии, чтобы ничего не случилось? Все, да? Да. Здорово, на самом деле. Мой единственный совет – не делать и то, что я делаю в Сан-Паулу. Не ходите по фавеллам, не ходите просто так вот по городу с камерами. Это, кстати, будет еще отдельное видео потом на моем канале, а я об этом поговорю. Это я так припиарил только что мой канал. Вы украли камеру? Нет, у меня не украли камеры, но, ну, в общем, я скажу какие-то советы по безопасности, я не знаю, либо... Нет, даже не то, что ходить с камерой вот так, а просто ходить и фотографировать. Вообще, ребят, на самом деле, я считаю, что в Сан-Паулу не очень-таки безопасно. Да, здесь безопаснее, чем в Рио-де-Жанейро или безопаснее, например, чем в Сальвадоре. Ну, по моим каким-то статистикам, по моим каким-то знаниям, которые я смотрю новость, либо мне местные об этом говорят, но... Ну, ты сам был в Рио-де-Жанейро. Да, я сам был в Рио-де-Жанейро, в принципе, понимаю. Так, ребят, на самом деле, небезопасно. Вот темой безопасности можно, я не знаю, я могу говорить вот прямо долго, минут 20, и рассказать вам примеры, которые случались. Да, ну, ну, русский, который живет в Рудине, может об этом говорить. Да, ну, мое мнение, я из тех людей, которые не люблю, знаете, чувствовать себя как-то в какой-то вот такой небезопасности. Я себя чувствую здесь как в своей тарелке. Я здесь выхожу, снимаю себя, там, не знаю, на селфи, говорю на не своем уже языке. Люди и так обращают на меня внимание, даже когда я не говорю. А когда я начинаю говорить, люди реально обращают на меня внимание и видят то, что я гринга. И, конечно, у них сразу есть желание... Да, гринга это иностранец. Да, гринга это иностранец. У них сразу есть желание узнать, что он у него... Он же иностранец, у него в любом есть деньги, и наверняка они хотят его грабить. Не забывайте то, что Бразилия это одна из первых стран, где самый большой процент криминала. Да, например, как я с золотой цепочкой и с сережками золотыми, ты видел девушек на улицах? Ну, как ты знаешь, не очень сильно видел, не замечал как-то, но иногда видел, редко, но я как-то... На улицах их можно не увидеть, их можно увидеть в шопингах, в торговых целях, где-то в каких-то местах закрытых, где есть охрана. А вот просто ходить на улице, вот как у нас ходят, в кольцами, вот так вот там, с тремя цепочками, так не ходят? Да, ребят, здесь такого нет. Я помню еще... Поэтому снимайте все свои цепи, когда идете гулять. Еще у меня один бразилиец говорил о том, что уже даже бандиты, ну вот воры, как назвать их еще можно, они даже замечают, например, если у тебя сережка настоящая или ненастоящая, у них уже есть, не знаю, какой-то опыт в этом. Это в бразилице был мой муж, потому что он мне то же самое сказал. А я надела сережки на латэ, и он мне говорит, бандиты на улице, они поймут золотые, я говорю, как они поймут? Они проходили курсы для того, чтобы понять золотые. Да, да, кто-то проводит курсы на португальском языке, а кто-то проводит курсы... Ну, это шутка, да, но... Да, видно сразу, золотые нет. Третий вопрос. Ты живешь в Бразилии 10 месяцев, да? Да. Остался ли бы ты в Бразилии навсегда? Да, супер вопрос. На самом деле, я не знаю, потому что, как я уже, в принципе, говорил в одном из моих видео, я люблю путешествовать, и навряд ли я останусь в Бразилии там на всю мою жизнь, потому что я как минимум захочу узнать другие страны, такие, как, не знаю, там, европейские страны Америки и другие страны. Ну, я знаю, что я люблю Бразилию, действительно, меня пока все здесь устраивает, но жить, прям вот зарекаться, то, что я здесь буду жить всю мою жизнь, я не могу. Что ты думаешь о квартирах в Сан-Паулу? Квартира в Сан-Паулу, они в основном такие маленькие, не знаю, в какой квартире ты живешь, но вот, например, часто бывает такое, что квартира, например, 40 квадратных метров разделена на 3 комнаты, то есть комната, где только можно поставить кровать и тумбочку, и все, и, например, так же, что ты думаешь, вообще, а от кондомии, да, вот мы тут живем в кондомии, что ты думаешь, что вот мы сейчас сидим, да, вот тут есть стена, электрическая сетка, есть человек, который там читает охрану, да, постоянно, также в квартирах в Бразилии есть только холодная вода в основном, да, что ты думаешь вообще о жилье, да, жилищном вопросе в Сан-Паулу? Супер, вообще, ты только что задала мне вопрос, и сама на него ответила. Нет, я просто не рассказывала, что... Ну да, что касается кондоминиумов, ну, различий между, там, я жил в Микополисе, в Москве, вот, и я, как бы, там снимал квартиру, и здесь я снимаю квартиру, и, конечно, разницы просто, ну, огромные, потому что здесь я снимаю квартиру, в принципе, почти что по такой же цене, как и в Москве, вот, но при этом, при всем, приблизительно, да, такая же цена, наверное, но единственное, наверное, в чем может быть большая разница, так это в квадратных метрах, потому что там, может, было порядка, там, 70 квадратных метров, а здесь только 40, ну, потому что культура у бразильцев такая... Нет, это не культура, это место, они экономят место, чтобы поселить как можно больше людей на меньшей площади, на меньшей площади. И что касается подъездов, да, подъезды здесь абсолютно другие, здесь все чисто, красиво, здесь есть паркинг, я имею в виду, можно припарковать здесь машину под землю, да, там еще 2-3 этажа вниз, также здесь в основном... И он входит в стоимость квартиры, его не нужно покупать отдельно. Да, и также здесь еще есть бассейн, также здесь еще есть спортзал, а что касаемо воды, и вообще душа, и ванны, и так далее, если ты хочешь помыть посуду, то ты должен помыть посуду в холодной воде, она не холодная, такая прохладненькая, как бы, ну, ее нельзя регулировать, она как была, такая есть. Она стоит в таких бочках, да. И когда она накрывается от солнца, то есть летом она теплая, а зимой она холодная. Ну да, я бы не сказал, потому что она прям чем-то так очень отличается, а это там... Как отличается? Ну, я бы, по крайней мере, не замечал, потому что так много здесь живу, вот. И что касается душа, все нормально, душ работает, функционирует электрически, да, ты там купаешься... То есть, если нет электричества, то душа тоже нет. Да, но такого еще пока ни разу не бывало, чтобы не было электричества. У меня было 2 дня не было купства. О, если у меня не будет электричества, то будет не очень хорошо. И, кстати, у... И, кстати, в квартирах нету ванн вообще, если у тебя есть в квартире ванная, то, значит, ты вообще лип. Да. Но я когда, вообще, у меня просто был такой смешной случай, когда я, почему я взяла этот вопрос, потому что, когда я только приехала в Бразилию, открыла кран, точнее, я увидела просто кран с одной только штучкой, как это называется? Крантиком. Крантиком, да. И я говорю, а где горячая вода? А мне говорят, у нас жаркая сторона, у нас нет горячей воды. Я такая, все, я собираю вещи, уезжаю. Как я буду мыться? То есть, я думала, что они принимают в душ тоже в холодной воде. На самом деле, нет. В душе есть... Так, конечно, она прям не сильно-сильно горячая, да? Да. Но она, ну, нормально для того, чтобы мыться, она от электричества нагревает. Алексей, ты как повар, что ты думаешь о бразильской еде? Как повар, что я думаю о бразильской еде? Как профессиональный взгляд. Ну, профессиональный взгляд. Я вижу, что это очень отличается от русской еды. Во-первых, наверное, начнем с самого начала. А русская еда, она, как правило, здоровая. У нас больше здоровой пищи. Я имею в виду, если мы пытаемся... У нас очень много молочных продуктов, кисломолочных продуктов. Тут, в Бразилии, во-первых, культура вся, мне кажется, пришла из Америки больше. Потому что здесь... Ну, в принципе, у нас тоже, так же в России, много гамбургеров и так далее. Но здесь их реально больше. И люди это едят гораздо в больших количествах. И здесь очень много интересных ингредиентов. Но эти ингредиенты не так очень сильно много раскрывают в каких-то, например, таких ресторанах. Да, здесь есть, как такие, так тапиока, я не знаю, интересные, там, не знаю, свитботата, я имею в виду, сладкий картофель. Много разных ингредиентов. Но не во всех, к сожалению, ресторанах преподносит бразильскую еду такая, как она есть. Я работал в одном из ресторанов, да, там я узнал очень много продуктов. И знаете что, я узнал их именно там. А в других ресторанах, например, куда-то, если я пойду, ну, типа обычные, я там никогда не увижу. Как я представляю всю бразильскую еду? Это рис, фасоль, мясо, бригадейро. Это сгущенка, в общем, такая с шоколадом. И, не знаю, очень много, а также очень-очень много различных, не знаю, типа а-ля наших русских пирожков. Ну, вообще бразильская, да, она однообразная, да? То есть они едят в основном, вот бразильцы, они едят в основном каждый день одно и то же, не могут есть. Те люди, которые, например, едят не каждый день рис, фасоль и мясо на обед и на ужин, каких таких людей, наверное, 50% населения. Остальные едят, например, вот так, вот есть меню какое-то из, там, семи блюд. В понедельник там фасоль с рисом и мясом, во вторник это могут быть какие-то там фасоль с зеленым горошком, в пятницу там будет пицца. То есть однообразность, абсолютно образная. Вот я жила просто в бразильской семье довольно-таки долго, и я, и также у меня есть еще много учеников, у нас есть тема, бразильцам я преподаю русский язык, у нас есть тема еда, да, там написано, расскажите, что вы ели вчера, сегодня, завтра. И они все говорят рис, фасоль и мясо каждый день. И на завтрак тоже одно и то же, каждый день. Хлеб с маслом жарен. Все, то есть нет как бы, нету разнообразия для меня. Ну да, это все, кстати, еще пришло с далеких, далеких район в Бразилии, потому что когда она была очень бедной страной, это был такой самый питательный из продуктов, такой как фасоль, рис. И поэтому... Да, дают энергию, да? Дают реально энергию. Как мы говорим, каши мало ел, они говорят, что мало ел фасоли. Да, и фасоли там, источник железа и все такое, но каждый день есть фасоль, это реально. Прям совсем, конечно, я не могу сказать, что все так ужасно, в Бразилии там еда, как бы, сегодня не очень суперская, но точно, что могу сказать, что не умрешь, как бы, проживешь здесь с этим фасоли, здесь, в конце концов, ты всегда можешь купить в супермаркете еду, какую ты хочешь приготовить. Да, нет, ну не знаю, кто живет здесь, да, может пойти в супермаркет приготовить борщ. Как бы, да. Да, хоть что можно приготовить. Я не обязан есть этот рис и фасоль каждый день, как бы, поэтому это... Да, но именно вот что в Бразилии тебе, это не идет. Да, это именно так вот. Да. Еще один вопрос. Насчет климата в Бразилии. Как нравится ли тебе климат и брала ты с собой теплую одежду? Если у тебя здесь теплая одежда. Да, сейчас скажу об этом. Я обожаю погоду в Бразилии, очень сильно люблю, потому что, ну, здесь реально жарко, чтобы, не знаю, некоторые русские говорят о том, что здесь холодно бывает иногда, типа зимой. Ну, ты просто зимой уезжал. Я был зимой здесь тоже, тогда, когда был Чехолад Мир по футболу. Я не знаю, ну, холодно, да, бывает холодно, но это не тот холод, который, не знаю, там, 6 месяцев в Москве, там, какой-то зимы. Здесь максимум месяц может побыть холодно и все. Нет, это может быть там несколько дней, да, там, неделю. Да, как бы так. А что касаемо, ну, да, здесь доходит температура, там, до 35 до 40 в Рио-Джанейро, там вообще просто хелл. Там очень-очень жарко. А что касается одежды, кстати, не поверите, но один раз я одевал шапку, я был в шарфе, потому что я ездил в город Кампо-Жарадау. Это город, который находится на возвышенности. И там прям пришлось мне одеваться, потому что там реально было достаточно прохладно. Люди прям в Разилии специально пытаются сюда приехать, одеть шапки, типа, там, ну, знаете, там еще такая атмосфера европейская. И последний вопрос про путешествия. Расскажи, пожалуйста, в каких городах в Бразилии ты был, понравились ли тебе или нет. Например, я не была еще в Рио до сих пор. Расскажи про свои путешествия в Бразилии. Куда ты рекомендуешь, может быть, поехать? Да, если лететь сюда как турист, то даже могу дать какой-то совет. Мне кажется, ну, это все зависит, опять же, сколько у вас будет времени. Это Рио-де-Жанейро, это Сан-Пауло, и также попасть нужно на Игуасу-Фоллс, это водопады Игуасу, это дно из семи чудес света природы, если не ошибаюсь, он до сих пор там. И там вы можете зарядиться просто невероятными эмоциями, вот этот просто огромный, не знаю, слой воды, который падает, ну, это круто. Что касаемо Рио-де-Жанейро, я когда туда прилетел, это действительно оказалось так, это райский город, действительно райский город, такие пляжи, как Ипане, Макапакабана, и люди, реально, в основном там люди красивые, центр там очень красивый. Например, в Сан-Пауло, этот город интересен тем, что здесь есть все, здесь реально можно найти абсолютно все, здесь, не знаю, около 20 миллионов людей, и здесь есть разные культуры, здесь есть разные рестораны, и, ну, мне кажется, если лететь, то вот в эти три города. Также я был еще в Куричибе, Куричибе это штат, напомни мне, как он называется, штат. Либо Парна, либо Санта-Катарина. А, это штат Санта-Катарина, да, и там уже чуть-чуть другая у людей история, потому что чем южнее Бразилия, тем чище, и тем холоднее, и тем более европейцев там. Хорошо, спасибо большое, Леш, за ответы на вопросы, переходите по ссылке под видео, и на его канале я отвечу на его вопросы. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Пока-пока. То, что мы делаем сейчас. Мы сейчас записываем видео. Да, что мы сейчас записываем? Мы сейчас сидим у меня в подъезде. Пьем-пьем. Семечки закончились. Кто-нибудь может из России нам семечек? Да, кстати. Так, ну, чем сейчас красные все. Ребят, мы только что очень сильно смеялись, и поэтому мы начинаем видео. Мы встретились с Олей, и Оля решила задать вопросы. А, нет. О, я сейчас плакаю. Еще у меня, я белый, да? У меня я вообще просто какой-то... А я? Ну, так же. Ладно, поехали. Ну, блин, тяжело смотреть в дырочку, когда... Ладно, давай.